Особое мнение на 101FM Из этих вопросов утверждение на новые должности в правительстве, предложенных губернатором кандидатов. Хочу на месяц назад вернуться. Сначала вы приходили к нам перед февральским заседанием и говорили, что если губернатор не озвучит имена претендентов, под которые, по сути, должности и выделялись, то вы и партия голосовать за введение не будете. Игорь Васильев их не озвучил даже по просьбе депутатов на заседании. Как вы проголосовали в итоге? Да, я с трибуны Заксобрания попросил Игоря Владимировича Васильева максимально, как это возможно, оперативно озвучить кандидатуру. И вы знаете, что на следующий день губернатор кандидатуру озвучил. По большому счету депутаты знали при голосовании, кто будет предложен губернатором. Он вам куларно это как-то говорил? Это куларно обсуждалось в Заксобрании, да. При этом, откровенно говоря, мы проголосовали, закон же принимался в двух чтениях, мы проголосовали за в первом чтении, и коллеги, в том числе и я, не поддержали инициативу во втором. Именно потому, что на тот момент был ряд недосказанностей, и, ну, вы знаете, традиционную позицию ЛДПР. Это нет или воздержались? Это не воздержались, это нет. То есть в первом чтении мы в целом одобрили, что изменения нужны, и, ну, губернатор предложил, мы его поддержали. Можем сейчас, кстати, обсудить, почему. А вот в итоговой редакции нет, потому что, опять же, могли всплыть какие-то кандидатуры, которые бы, допустим, вызвали отторжение. И окончательное «да» предполагало бы, что мы уже к ним вернуться не сможем, к обсуждению. Поэтому разделение было такое. И повторюсь, в фракции ЛДПР я лично, мы выступаем за то, чтобы те инициативы, которые в Заксобрание вносятся, они максимально обсуждались и прорабатывались. Потому что если за 10 дней получить какой-то законопроект, ну, вот, например, сейчас у нас есть такая инициатива, как организация городских округов в Санчурском и Богородском районе. То есть у нас вместо районов будут городские округа. И, знаете, там за 10 дней сформировать мнение по этим вопросам просто не представляется возможным. И таких вопросов ведь немало, когда люди просто не понимают, что происходит. И, как правило, это вопросы, вносимые в Заксобрание правительства. И вот если говорить о Санчурске, мы с коллегами там побывали. И, вживую пообщавшись с жителями, поняли, что им инициатива нравится действительно. Хотя жителям Богородского района, допустим, инициатива не нравится. И вот только через личное общение мы можем эту историю понять. Потому что закон, естественно, понятен, мы его прочитали. И другое дело, что в Санчурском и Богородском районе живут люди, которые делегировали свои полномочия нам. Вы за каждым можете отдельно голосовать район, да, в этом случае? Да. При этом могу сказать, что и в Богородском районе была проведена работа. Но если вы помните, впервые эту инициативу мы обсуждали еще в прошлом году. Давно, да. И вот тогда как раз вопрос острый и вставал. Но если возвращаться к процедурным моментам, да, то есть первое и второе чтение необходимы для того, чтобы депутаты, все депутаты законодательного собрания решение принимали взвешенно. И мы спустя месяц, два, три, это тоже порой в Заксобрании бывает, мы не возвращались к этому закону и не вносили в него поправки. То есть ничего нет страшного, когда закон принимается отдельно в первом и отдельно во втором чтении. Это, наверное, не страшно, это хорошо. Это, да, исключительно положительно влияет на качество принимаемых законов. Ну, к административной реформе вернемся, но прежде я хочу вас спросить и слушателям пояснить. Я сейчас задавала, казалось бы, глупый вопрос, да, как вы проголосовали, потому что на сайте Заксобрания, ну, по крайней мере, до этого года можно было посмотреть, как каждый конкретно депутат проголосовал. Вчера, когда я пошла в интернет, чтобы посмотреть, как проголосовали вы, я не нашла таблицы. Я увидела только общие итоги, кто проголосовал, сколько человек за, сколько против, сколько воздержались. По каждому конкретно депутату нет таблицы. Что случилось, почему? Откровенно говоря, Мария, вы меня удивили, потому что, ну, во-первых, по прошлому году сайт Законодательного собрания был признан самым информативным и открытым в ПФО. Но это по прошлому году. Да, да, и вот сейчас, получив эту информацию, я, откровенно говоря, удивлен. Я обязательно задам вопрос нашему организационному управлению, которое курирует освещение работы Заксобрания в средствах массовой информации, и, собственно, на сайте. При этом, ну, мне, как депутату, которому нечего скрывать в части голосования, уж точно хотелось бы, чтобы результаты там были вывешены. Ну, вот в первую очередь, эти вопросы напрашиваются. Рискну предположить, не знаю, но рискну предположить, например, те, кто поддерживал пенсионную реформу, наверное, во всеуслышание со всех площадей об этом не кричат. И когда такая информация есть на сайте, наверное, кого-то может коробить. Скрывают или нет, не могу сказать. Может быть, какой-то технический сбой. Сегодня будем разбираться. Хорошо, спасибо. И к административной реформе тогда вернемся. Вы высказывались против введения должности вице-губернатора, когда приходили к нам как раз месяц назад. Это потому, что не до конца были функции понятны в то время или что-то другое? Да, я об этом как раз и говорил. Непонятен функционал. И в предложенной структуре должность вице-губернатора, но она выглядела как-то неорганично. Потому что есть правительство, которое по большому счету сейчас будет выполнять функции органа исполнительной власти в полной мере, может быть, даже исключив какие-то функции коммуникации с Москвой. Это по большому счету проектный офис, который будет работать здесь и который будет отвечать персонально каждый из членов правительства за результат. Введение вице-губернатора из-под структуры правительства непосредственно введение в прямое подчинение губернатору в той структуре, которую нам представили, вызывало вопросы. Ответ на этот вопрос был дан. И вот ключевое, почему я и коллеги поддержали те изменения, которые были предложены губернаторам. Во-первых, финансовые нагрузки дополнительные на область не ляжет никакой. Это был один из принципиальнейших вопросов, которые избиратели нам задавали, на которые важно было получить ответ. И второе, вот та структура, которая сейчас утверждена, в том числе предполагает признание недостаточной эффективности работы правительства. То есть, ну, всегда нужно давать возможность признать ошибку и ее исправить. Если есть понимание, что правительство не работало достаточно эффективно, что нужно, чтобы губернатор сейчас сосредоточил свои силы на работе по, так сказать, выбиванию или согласованию денежных средств в Москве, чтобы они к нам пошли, может быть, там, большим потоком. Есть понимание, что правительство должно нести персональную ответственность, хотя, на мой взгляд, это и так было понятно. И к ряду министров у меня есть вопросы, почему они там, не реализовав то, что должны, но, в частности, я говорю о программе переселения из ветхого аварийного жилья, это Министерство строительства, господин Бондарчук, почему фактически программа провалена, а министр находится на своем месте. Если посмотреть, как у нас обстоят дела с обманутыми дольщиками, точно такая же история. И вот вроде бы персональная ответственность была, но де-факто за нее никто не спрашивал. Сейчас нам говорят, вот правительство, вы можете с них спросить. На самом деле, ну, представьте, при предыдущей системе, как бы мы могли спросить с правительства, да, то есть, ну, никак, по большому счету. А сейчас, когда губернатор говорит, вот, есть члены правительства, и они персонально отвечают за реализацию государственных программ на территории Кировской области, это прямой посыл к действию, да, то есть, вот сейчас правительство начнет работу, надеюсь, там, в обновленном составе, то есть, кто-то новый придет в него, более, может быть, ответственный взамен тех, кто не справился. То есть, верите в перемены какие-то... Мы верим в то, вот с коллегами верим в то, что сейчас получится спросить. Ну, опять же, если человек не справляется и делает это системно, об этом и президент, опять же, говорил, просил уделить особое внимание и обратился к чиновникам, если вы не справляетесь, если результата нет, то не надо пенять на какие-то сложности, нужно просто встать и уйти. И вот такой же принцип должен быть и в Кировском правительстве, в правительстве Кировской области. Не справился – уходи. Вот по поводу правительства, вы уже сказали, они будут решать вопросы на местах, а губернатор, как предполагается, теперь будет больше времени проводить в Москве и представлять регион на федеральном уровне. И деньги просить, как тоже уже вы упоминали. А скажите, мы тут как заживем? Хуже, лучше, если губернатор больше в столице будет находиться? Вы знаете, губернатор и сейчас находится большое количество времени в столице. Как раз для того, чтобы согласовать какие-то дополнительные финансовые потоки, которые в регион приходят и, наверное, еще придут. Причем недостаточные, на мой взгляд. Поэтому это уже есть. Сейчас мы просто юридически оформили все то, что нужно было оформить. Я надеюсь, что правительство станет работать эффективнее. Вчера вечером прочитала новость, пишет про город. О том, что, со слов своих источников, о том, что Васильев теперь вообще будет жить в Москве и управлять регионом дистанционно. Как вам такое развитие событий? Реально это вообще? Тут ключевой момент. Ответственность губернатора тоже никто не отменял. И губернатор прямо отвечает за то, что это происходит в регионе. В конце концов, жители Кировской области избрали Игоря Владимировича на должность губернатора. И по Конституции могут спросить. И в конце концов, президент не дремлет. У нас, вы знаете, очередные прошли отставки. Если работа в Кировской области проводиться не будет, то, уверен, это приведет к каким-то кадровым изменениям в том числе. Поэтому я думаю, что главное, на что нам сейчас нужно ориентироваться, это изменение жизни людей в Кировской области к лучшему. Ну, то есть, на ваш взгляд, управлять дистанционно регионом нереально? Я думаю, что нереально, безусловно. И в том числе для этого появляется отдельно должность председателя правительства. Отдельно от губернатора. Сейчас перерыв. Через полминуты вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». У нас в гостях сегодня вице-спикер Законодательного собрания Кировской области Владимир Костин. И мы обсуждаем административную реформу. И, наконец-то, сейчас перейдем к конкретным кандидатам, которых губернатор выдвигает на новые посты. Это зампреда Александр Чурин и Андрей Плитко. Чурин должен быть председателем правительства, Плитко вице-губернатором. Ну, по крайней мере, так предлагается. Да. И вот вчера я была на заседании комиссии по регламенту и депутатской этике. Семь депутатов там было. Им представили новых кандидатов. Они пришли. И ни у одного депутата вопросов к кандидатам не возникло. А у вас они есть? Вы знаете, у меня не вопрос, у меня пожелание. У меня будет выступление на пленарном заседании. Немножко анонсирую. Я могу сказать, что главное, что мы будем требовать от правительства в ближайшее время. То есть, вот это прям задача номер один. Это подготовка стратегии развития Кировской области. Об этом я говорю с 2016 года. Как только новый состав правительства заступил, как только к нам приехал временно исполняющим тогда еще обязанности губернатора Игорь Васильев, с тех самых пор звучит, по крайней мере, от фракции ЛДПР, предложение все-таки разработать обновленную стратегию развития Кировской области. Потому что без этого никуда. Мы можем сколь угодно долго говорить о социалке, но пока у нас будут проблемы с экономикой, мы все время будем вынуждены либо клянчить деньги из Москвы на реализацию социальных программ. А если мы их не получим, то фактически обрекаем всех тех, кто меры социальной поддержки должен получать, на сокращение льгот или недополучение этих самых льгот, как у нас, допустим, с лекарствами происходит, с льготными. То есть, эта история самая ключевая. Стратегию сейчас нужно написать. Она должна пройти широкое обсуждение. То есть, в том числе представители общественности, представители профессиональных сообществ, в первую очередь, должны выразить ей поддержку. Она должна быть утверждена, и дальше правительство, обновленное, должно работать согласно утвержденной стратегии. То есть, там же конечные результаты есть. То есть, мы имеем краткосрочные цели, долгосрочные цели. К ним движемся, четко понимаем, куда катится Кировская область. Катится, да, хорошее, наверное, слово, если бы не применительно к нашему региону. Но пока этого нет, этого понимания, я лично не думаю, что возможны какие-то кардинальные перемены в регионе. То есть, да, может быть, у нас будут небольшие достижения и заслуги у власти, которыми можно будет похвастаться. Но рискну предположить, что это будет, скорее, случайно. Пока мы не знаем, к чему идем, мы далеко не факт, что пойдем в верные дороги и придем в этот самый, пресловутый пункт Б из пункта А. В конце концов, давайте сформулируем, что такое пункт Б. Что такое развитие Кировской области? К чему нужно идти? Создание рабочих мест. Сколько? Например, да, повышение, улучшение демографической ситуации. Сколько новых жителей Кировской области, вновь рожденных, детей должно появиться для того, чтобы мы сказали, у нас демография в порядке. Хорошо, дети родились, они пойдут в детские сады и школы. Допустим, пойдут. После того, как они получат аттестаты, смогут ли они поступить в университеты? В конце концов, а не избыточное ли количество мест в университетах у нас сейчас? И так далее. То есть после университета работа, и дальше мы снова возвращаемся по цепочке. В конце концов, а соответствует ли средний уровень зарплаты в Кировской области тому, чтобы мы могли закреплять кировчан на нашей земле? То есть студенты у нас будут уезжать или нет? Мы же не хотим, чтобы они уезжали. Да, значит, нужно повышать средний уровень зарплаты, наверное. Нужно повышать качество жизни. Мы, кстати, вчера встречались со студентами, и у студентов нет завышенных требований, на самом деле. Студенты просят абсолютно адекватных вещей. То есть, вы знаете, было время, когда студенчество, люди, которые университеты заканчивали, у них были какие-то завышенные ожидания. Сейчас хочу получить рабочее место, сейчас хочу получать 150 тысяч рублей, вот прямо после университета, и сейчас хочу квартиру, машину, вертолет. Вот нет сейчас этого. Сейчас абсолютно реалистичные молодые люди, это, кстати, очень отрадно, готовые работать. В том числе готовые уезжать в сельскую местность, но они ждут там, естественно, достойной оплаты труда и, естественно, достойных условий быта. Абсолютно адекватные запросы. Ну, то есть, в одном пожелании, пожеланий много. Оно, конечно, это, по большому счету, всеобъемлющее пожелание написания стратегии, максимально проработанной, максимально приземленной к нашему региону. То есть, мы не должны сейчас поставить неразрешимых задач. То есть, можно заниматься какой-то гигантоманией, но задачи должны быть решаемы. При этом скромничать, наверное, тоже не стоит. И если мы будем показывать рост благосостояния на уровне инфляции, то очевидно, что мы будем топтаться на месте. А по кандидатурам конкретным обсуждали во фракции, как голосовать будете? Вчера, да, с коллегами мы обсуждали на фракции, мы поддержим предложенных кандидатов. Ну и, опять же, уверен, что и Александр Анатольевич Чурин, и Андрей Геннадьевич Плитко понимают всю ответственность, которая на них будет возложена, и понимают, что, ну, как минимум, через год работы нужно будет отчитаться. Потому что у председателя правительства спектр полномочий просто гигантский. Это фактически человек, который будет исполнять функции губернатора, да, и вся исполнительная власть будет подчинена председателю правительства. Поэтому вот тех самых прорывов, о которых мы говорим, мы ждем в первую очередь от него. Андрей Геннадьевич Плитко тоже уверен, понимает всю силу, которая есть у должности, которую он потенциально займет. И думаю, что понимает, что без результата нет смысла продолжать работать. То есть если люди пришли на эту должность, то уже через год они должны будут показать реальный эффект своей работы. Будем ждать. А сейчас еще к одной инициативе перейдем. Она тоже будет обсуждаться на пленарном заседании. Кировские власти хотят более детально регламентировать правила проведения различных акций в регионе. Внес инициативу представителей «Единой России» Валерий Басюк. Принятие закона приведет к уменьшению разрешенного числа участников протестных акций. То есть если сейчас в Гайдпарке, по-моему, 6 с лишним тысяч человек могут находиться во время акции, то будет 2 200. Также усложнится проведение митингов, потому что при акции до 100 человек нужно будет информировать власти о ее проведении. Вот это все для чего? Я не знаю, для чего вот это все. Наверное, коллега Басюк нам об этом расскажет. Обсуждая на совете инициативу депутата Басюка, мы столкнулись с непониманием. Мы не понимаем, коллеги объяснить не могут, почему нам надо сейчас эту инициативу. Если честно, мы тоже пытаемся понять, поэтому я вам и задаю такой вопрос. И естественно, общаясь с избирателями, мы слышим то же самое, никто не понимает, зачем надо. Если никто не понимает, зачем надо, ну вот первый вопрос, давайте не будем это рассматривать вообще. Просто сейчас говорят, мы же вносим в первом чтении, вносите поправки. Слушайте, мы вообще не принимаем эту инициативу, зачем нам ее поправлять? Главная поправка, депутат Басюк, отзовите эту инициативу. Вот все поправки, которые могут быть, в частности, от фракции ЛДПР, от меня лично. Зачем нужно? Ну, наверное, кому-то не нравится, что у нас в последнее время стали проходить протестные митинги. Для того, чтобы митинги не проходили, есть одна простая прививка. Нужно чиновникам работать хорошо. Чиновникам и тем, кто отвечает за жизнь людей. Например, если мы говорим о мусорной реформе, то нужно работать хорошо к уприту. Вот этого не происходит. Люди недовольны, они выходят на улицы. Как их туда не допустить, запретами, решил депутат Басюк. Но это полный бред. В моем понимании, это еще и, помимо прочего, та инициатива, которая вносится, противоречит федеральному законодательству. Потому что закон о митингах, шествиях и пикетированиях прямо говорит про действия, которые человек должен совершить для согласования митинга. И какие, опять же, мероприятия не согласовываются. Вот та инициатива, которую предлагает Басюк, на мой взгляд, содержит меры, которые избыточны, и их нет в федеральном законе. Федеральный закон четко все прописал. Я надеюсь, что здесь прокуратура выступит в поддержку вот этого мнения и обозначит, что есть противоречие федеральному закону. В конце концов, есть Министерство юстиции, которое тоже должно высказать свою позицию по этому вопросу. Если нет, не исключаю, что мы вынуждены будем обращаться в суд для отмены в случае принятия. Конечно, мы пока не приняли, но, судя по настрою коллег из партии большинства, закон, скорее всего, будет принят. Ну, все-таки надо понимать, о чем он в первую очередь. И, если честно, не понимаю я, знаете, что с общественностью не обсуждается. Во-первых, почему не обсуждается? Но не обсуждается даже с коллегами-депутатами. А написано вот этот текст этого документа так, что там, если честно, очень сложно понять вообще, о чем речь? Что происходит? Почему так? Внесенный законопроект предлагает ужесточить правила проведения митингов. Это очевидно. Никаких, знаете, послабляющих мер нет. То есть очевидно, что пытаются ужесточить. Зачем это нужно сейчас? Самый главный вопрос. Мирный митинг никому ничего плохого не сделал. В конце концов, вот, знаете, я пример приводил. Когда мы все дружно участвовали в мероприятии, посвященном, в митинге, посвященном присоединению Крыма, на театральной площади было много людей. Я думаю, тысяч десять, наверное. Сейчас, в принципе, нет ни одной площадки в городе Кирове, где может собраться хотя бы две с половиной тысячи человек. Если вдруг мы в едином порыве будем инициаторами проведения какого-то мероприятия, на которое захотят прийти десять тысяч человек, они физически не смогут собраться. А если соберутся, то инициатор проведения мероприятия понесет административную ответственность. Ну вот зачем сейчас вот это делать? Я не знаю. Наверное, нам ответит Валерий Владимирович Басюк. Да, мы тоже очень ждем ответа. Сейчас у нас реклама полторы минутки и вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях вице-спикер законодательного собрания Кировской области Владимир Костин. Владимир, еще к одной теме – назначение нового главного дорожника. Кресло руководителя управления дорожной и парковой инфраструктуры занял Евгений Лунев. До него на посту работал Альберт Гутнов. Еще раньше, тогда структура называлась ДДХ, работал Андрей Менькин. Оба приступили к делам перед началом освоения федеральных денег на ремонт дорог по программе БКД. И оба продержались на должности год. Менькин даже меньше. Почему? Вы знаете, вот бытовало такое, знаете, понятие, ну или термин, как варяги, да, то есть вот к нам приехали, к нам кого-то прислали, да, не местные, хотим местных. Ну, казалось бы, какая разница, местный, не местный, да, там, лишь бы человек был профессионалом своего дела. Но, как показывает опыт, приезжает человек, он не имеет какого-то долгосрочного плана, либо приезжает за карьерой, либо приезжает, там, не знаю, деньги освоить. Ничего, греха таить, к нам жулики приезжают порой. Вот очередной назначенец, который не прожил какое-то время в Кировской области. Он из Москвы приехал. Да, он не знает наших с вами особенностей и проблем. И когда порой приезжают люди и говорят, вы живете не так, а на самом деле надо вот так, начинают тут что-то видоизменять, а потом оказывается, что ой-ой-ой, у нас другие климатические широты. У нас совершенно, допустим, там, другая нагрузка на дороги или что-то еще другое. Люди начинают удивляться, а потом и след простыл. А мы теряем время все время, да. Мы же сейчас и о правительстве говорим. Почему поддерживаем председателя правительства? Он местный. В кои-то веке у нас появился человек, который отсюда, который здесь, ну, крепко привязан, да, к местности, то есть и корнями, и историей семьи, и, в конце концов, тем, чем он занимался. Вот на примере с Луневым этого нет. Человек опять приехал на миллиард рублей, да, которые нужно будет, страшное слово, освоить. Не потратить эффективно, а почему-то снова освоить. И надеяться, что он отработает хорошо, сейчас сложнее, потому что мы уже опыт Менькина, да, хлебнули. В первую очередь, когда, знаете, говорят, что у нас в Кировской области все сложно с бюджетами, безусловно, все непросто. Денег всегда не хватает, большинство людей. Но, опять же, вспоминаем конкурсы, которые при Менькине проходили, и есть официальный ответ на тот момент от заместителя губернатора Куземской, которая прямо говорит, не участие в конкурсе Вятавтодора, например, да, по ремонту уличной дорожной сети привело только по одному контракту, к тому, что потенциально область не сэкономила 80 миллионов рублей. 80 миллионов только с одного контракта. К слову сказать, инициатива по поддержке детей войны, которую мы в ЗАГС-собрание вносили, бюджету Кировской области стоила бы 53 миллиона рублей. 53 миллиона рублей мы не нашли. Сэкономить 80 миллионов рублей никто не удосужился. Вот пока на должностях, на серьезных работают люди, которые могут себе позволить сработать настолько неэффективно, что бюджет фактически теряет 80 миллионов рублей, ничего хорошего у нас не будет. У нас всегда не будет денег. И, честно говоря, стратегия развития Кировской области первый этап, но второе, кто будет развивать. Мы сейчас уже должны подготовиться к тому, что должны прийти новые кадры. И вот эта же дирекция дорожного хозяйства, бывшая, нам говорят, ну а кого? У нас нет здесь людей. На ошибках не учатся? Допустим, здесь и сейчас предыдущий руководитель настолько выжил все здравомыслящие кадры, что никто там не остался. Допустим, поэтому поставили нового человека. Чем должен заниматься новый человек? В том числе подготовкой новых кадров. Если к нам заезжает сейчас господин Лунев, очевидно, что, будучи москвичом, вероятность, что он в Кировской области, в Кирове, останется, стремится к нулю. Ну, в долгосрочной перспективе. Лет через пять максимум, наверное, человек уедет на повышение. Просто потому что... Много дается. Потому что там москвич, оптимист пока все еще. Так вот, он за это время должен подготовить себе смену. То есть где-то, может быть, сейчас работает начальником отдела молодой или не очень специалист, который потенциально может в дальнейшем структурное подразделение или целое предприятие возглавить. Почему ему сейчас не дать расти? Более того, это не вопрос, почему не дать. Это прямая задача руководителя подготовить сейчас кадры. Для того, чтобы когда он уйдет, еще раз говорю, а скорее всего он уйдет в ближайшее время, было кому прийти ему на смену. И мы опять не говорили, ну, знаете, у нас кадров нет. Да куда они делись-то кадры? Ну, опять же, если их вырождали долгое время, это одно. Так сейчас у нас есть, опять же, понимание, что есть время эти самые кадры подготовить. Никто не занимается. Стратегия развития это тоже должна учитывать. Качество управления, вы знаете, у нас крайне низкое в регионе. И пока мы качество управления не повысим, можно сколько угодно много денег в регион вливать, но бездарное управление приводит к тому, что не могут освоить эффективно, потратить эффективно те средства, которые приходят. Зачем давать больше? Позиции Федерации тоже понятно. Если вы не можете реализовать программу переселения из Ветхого и Аринова жилья, зачем мы будем в регион вливать? Вы дайте специалиста, который реализует. Деньги есть. Вот насколько, опять же, я вижу, гигантские деньги, в том числе на программу переселения из Ветхого и Аринова, пришли. Тоже миллиард рублей с учетом софинансирования областного. Новую программу. Должны реализовывать новую и должны этому радоваться, а вместо этого это воспринимается как какая-то обуза. Слушайте, ну, человек, который за это отвечает, точно не должен руководить, если так воспринимает ситуацию. Возвращаясь, да, к дорожным деньгам. Вот, кстати, пишут кировчане в соцсетях. Едут пилить дорожный миллиард. Имеет основание такое высказывание под собой? Ну, как минимум, потому что предыдущие руководители примерно этим и занимались, как кажется. Вот, ну, по Менькину я пример привел уже. Такое мнение, по крайней мере, имеет право на существование. Дай бог, чтобы те люди, которые так пишут, и я, кстати, подозреваю, что там доля истины есть, чтобы мы все ошибались, говоря вот, что едут просто пилить дорожный миллиард. Вот миллиард, на самом деле, с одной стороны, для дорог, может быть, не такие большие деньги. С другой стороны, мы долгое время до этого не видели даже этого миллиарда. И на него можно, вот, ну, три миллиарда уже подряд, три года, да, по миллиарду выделяется. Наверное, дороги в Кирове должны быть лучше, чем мы привыкли видеть, да, но на многих улицах все те же убитые дороги. Может быть, все слишком плохо, тут нужны большие деньги. История про содержание дорог. Вот тот снег невывезенный, который, казалось бы, ну, лежит вот тут на обочинах, ну, и ладно, сам растает, сейчас вот, благо, на улице тепло. К чему приводит? Все ведь видели уже, да, ручьи, реки, которые текут по асфальту. Реки, в которых видно уже, как асфальт, камушки асфальта текут тоже под горочку куда-то. Что это? Это, опять же, понимание, вот сейчас уже оно наступило того, что дорожный миллиард – это, ну, совсем небольшие деньги, потому что у нас асфальт прошлого года уже уплыл. И фактически мы топчемся на месте, опять же, делаем одно и то же. В прошлом году мы яму залатали, вместо того, чтобы нормально содержать дорогу и знать, что нам, может быть, там на пять лет, ну, хотя бы на три этой дороги хватит, мы в полной уверенности живем, что нам в этом году уже эту же самую дорогу придется ремонтировать. То есть вот хозяйский ли это подход? Я думаю, ответ все дадут сами. Но все-таки вопрос этот до сих пор стоит. Они зачем из Москвы к нам едут? Менькин, тоже московский бизнесмен, говорили нам. Блин, вы знаете, у меня тот же самый вопрос. На зарплату в разы не еще вопрос. Очень бы хотелось спросить Евгения Лунева, он вообще в курсе, какая зарплата у него будет в Кировской области или нет. Я, вы знаете, искренне порадуюсь, если человек просто вот такой патриот Российской Федерации, что куда бы его там судьба не закинула, в какой бы регион, он приедет и будет работать хорошо. Дай бог, чтобы это было так. Но все-таки что-то подсказывает, что большинство из нас люди прагматичные, особенно когда есть семья, особенно когда есть привычный уровень дохода, да, человек наверняка зарабатывал в Росавтодоре большие деньги. Сейчас ехать на понижение зарплаты зачем? Правильный вопрос вы абсолютно поднимаете. Надеюсь, не для того, чтобы у нас возникали истории такие, как возникали два года назад с РТП и так далее. И с этими самыми 80 несэкономленных миллионов рублей. Времени мало остается, хочется еще одну тему затронуть. Год прошел с трагедией в Кемерово 25 числа. При пожаре в торговом центре погибли 60 человек, большая часть из которых дети. И вот в Кемерово на месте ТЦ хотят разбить сквер, высадить там 60 сосен. А у нас в Кирове предложили поставить памятник невинно убиенным детям. Это в связи с трагедией, когда трехлетняя девочка погибла из-за того, что собственная мать оставила ее дома одну на неделю без воды и еды. Сейчас эта идея обсуждается. Некоторые кировчане высказывают мнение о том, что памятник таким детям нужно ставить в сердце родственников. Вывод, что по поводу этого дома? Я по этому поводу вот что прокомментирую, Мария. У нас, к сожалению, какие-то реакции поступают уже после трагедии. Причем не всегда даже после однократной какой-то трагедии. То есть, чтобы кто-то зашевелился, должно случиться что-то невообразимое, такое, как, например, произошло в Кемерово. Тогда начинаются проверки торговых центров. Тогда вот прям с безумным ажиотажем все бросились в торговые центры проверять. Попроверяли, что в итоге. Ничего хорошего. Чтобы трагедия с девочкой, которая осталась одна дома, не произошла снова, нужно, наверное, и родителей готовить к материнству, к отцовству. Чтобы не получалось так, что мы бьемся за рождаемость, а потом дети никому не нужны. А по поводу памятника? По поводу памятника. А давайте зададимся вопросом, а памятник гарантированно нас избавит от подобных трагедий или нет? Если нет, то, наверное, он как такое не нужен. Еще одна инициатива тоже в связи с трагедией. На пешеходном переходе на Московской пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку. Помните эту историю, да? И сейчас кировчане собирают подписи за строительство в этом месте подземного перехода. Буквально недавно Илья Шульгин, глава городадминистрации, говорил, что подземок в Кирове больше не будет. Это не современный метод борьбы с ДТП. Вот об этой инициативе кировчан что думаете? И один пешеходный переход проблему решит? Да не один. Нам их надо много. И, откровенно говоря, если посмотреть на Москву, видимо, Москва очень не современный город, потому что там очень много подземных переходов. Как-то так. Хорошо, Владимир, спасибо вам за ваше особое мнение. Спасибо вам. Хорошего дня вам и всем слушателям. До свидания. Всем доброго дня. Особое мнение на 101FM